здравствуйте коллеги с вами Исаков Роман компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем очередном выпуске из видео проекта трейдеры сегодня поговорим о завершении текущей торговой недели как мы видим она завершается не очень позитивно ну хотя еще не вечер Америка еще не открылась но тем не менее те факторы которые могут повлиять на негативный исход мы сегодня обсудим итак перед началом напоминаю что если вам нравится данное видео то не забудьте поставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях а и так я думаю что многие обратили внимание то что по ключевым индексом к примеру индексу S&P 500 мы не смогли уйти выше максимальной значений то есть выше области там 3000 по данному индексу рынки видят сопротивление и уже фактически сегодня мы переходим вновь в фазу снижения и так давайте поговорим о том какие факторы могут на текущий момент влиять негативно на фондовый рынок ну во-первых это эскалация отношений США и Китая начинается новая волна в данных обсуждений но я думаю что в следующих выпусках мы будем уже более подробно обсуждать данную ситуацию а также на текущий момент пока непонятна ситуация с вакциной да многие компании уже заявляли о положительных испытаниях но их заявления подвергались той или иной критики количество безработных снижается точнее не растет такими же темпами как в марте-апреле но тем не менее количество безработных остается довольно таки большим повсеместно происходит открытие предприятий то есть уже смена условий локдауна на можно сказать нормальный но тем не менее пока это происходит постепенно и экономики начинают возвращаться а также есть ряд стран в которых к сожалению распространение коронавируса продолжает набирать обороты это Бразилия и Россия Бразилия сейчас достаточно плотно подходит ко второму месту по количеству распространения также рекордное количество смертей в данном состоянии было обнаружено и сейчас вот на текущий момент та ситуация которую мы видим и так ситуация которая видна для инвесторов она вызывает некоторые опасения о пока продолжение роста то есть сейчас вполне вероятно что назрела какая ситуация техническая коррекция которую мы можем увидеть ближайшую неделю то есть вот она сегодня уже началась и после этого уже вновь мы перейдем фазу роста поэтому на текущий момент мы видим начало нисходящего движения по индексу с НП но вот сейчас как раз в разрезе инструментов которые мы будем рассматривать и обсудим уже ситуацию с точки зрения торговых идей и принятия торговых решений на текущий момент по евро ну если мы с вами начнем с как всегда с более крупного таймфрейма опять же вот как мы и говорили был область сопротивления 1.09-1.10 от которой я также ожидал отбитие и вновь снижение в область 1.07 то есть пока мы видим что евро торгуется в боковике сейчас этот сценарий он реализуется евро сегодня закрепляется как раз ниже минимальных значений которые мы в четверг это был локальный максимум а и собственно сейчас мы перешли фазу нисходящего движения цели данного снижения эта область как раз 1.07 ну чуть ниже и соответственно здесь я для себя тоже рассматриваю уже а возможности открытия сделки на продажу но не открывал сделку по рынку поставил пока отложенный ордер на 1.0970 соответственно если цена здесь даст нам волну коррекции но не уйдет выше локальных максимум то здесь я для себя возьму цену как раз для входа именно сыграю на понижение в евро то есть так как возникает риск на фондовом рынке то деньги начинают перетекать в американский доллар как в резервную валюту соответственно доллар на этом фоне начинает дорожать а по британской валюте на текущий момент мы видим продолжение пока нисходящей формации мы довольно таки сейчас пытаемся закрепиться ниже области 1.2170 но сейчас как раз торгуемся по данному ценовому уровню и вот дальше большой вопрос уйдем ли мы вновь на 1.2075 но пока не очень много позитива из великобритании поэтому вполне вероятно что до этих уровней можем еще скорректироваться опять же с точки зрения часового таймфрейма я нахожусь в продажах продажа довольно таки неплохо была возможность открывать вчера как раз был уровень пробития минимальной значений 20 мая мы к этому уровню скорректировались и в принципе неплохую цену для входа здесь я получил сейчас мы уже обновили локальный минимум и в принципе здесь я могу уже немного передвинуть но пока его не буду передвинул скорее всего к концу дня как раз стоп лосс за данный локальный максимум то есть за максимум вчерашней торговой сессии соответственно если я в любом случае увижу заход за этот уровень то и сделки я скорее всего буду выходить здесь уже скорее всего мы вновь переведем в фазу роста ну а пока цели по данному снижению у меня находятся в области 1.2096 даже немножко скорректирую чуть повыше поставлю данную область данную цель это область 1.2092 то есть вот туда я ожидаю снижения но соответственно там я буду из этой сделки выходить а по паре американский доллар канадский доллар здесь мы тоже перешли фазу роста то есть вот этот боковик здесь тоже пока продолжается хотя амплитуда несколько расширилась и фактически у нас остается все тот все тот же самый треугольник о котором мы говорили ранее соответственно сегодня мы закрепились выше максимум который мы видели в четверг среду и вторник соответственно и сейчас перешли мы фазу роста соответственно здесь тоже интересно присоединиться на покупку но не с текущих уровней не с текущих цен поэтому здесь я поставил отложенный ордер на 1.3925 если будет коррекция но здесь я достаточно не письмесичен тому что на текущий момент проведет эта коррекция так как мы уже практически дошли до целевых уровней но тем не менее то есть если это будет сегодня то в принципе неплохо можно присоединиться к этой сделке если нет то ордер я отменю и не буду искать уже другие возможности потому что по рынку здесь вход был ну не оптимальный с точки зрения соотношения риск прибыль поэтому сделку я не открывал по паре американский доллар японская иена здесь а пока мы видим а попытки как раз начало на восходящего движения но здесь также и сохраняется но с точки зрения часового таймфрейма мы здесь переходим небольшую коррекцию соответственно на сегодня мы торгуемся ниже минимум 21 числа но пока пока здесь общий тренд все таки остается восходящий поэтому здесь на мой взгляд имеет смысл искать покупки поэтому в продаже здесь я входить не буду сейчас есть опять же вероятность коррекции по данному инструменту но меня предположительно на можем ожидать здесь и восстановление как раз рост американского доллара по отношению к японской иене а по на австралийцу у нас началось нисходящее коррекционное движение потому что тренд так все также остается восходящий поэтому покупки здесь в приоритете но на коррекциях также работать можно особенно если цена дает хорошие входы но лучше уменьшать риски то есть собственно что я здесь также и делаю поэтому тут я поставил тоже пока отложенный ордер не входил по рынку на 0 65 76 примерно середина диапазона четверга и соответственно стоп-лосс у меня стоит за максимум среды не если будет коррекция то в продаже здесь я войду ну а так основная идея все так же продолжается на поиск уже непосредственно покупок потому что сейчас мы можем в целом увидеть ну такую коррекцию как на фондовом рынке так рост американского доллара после завершения как раз данной ситуации я буду уже идти вновь на рост снпи и на падение американского доллара по новозеландцу здесь тоже мы сейчас перешли фазу нисходящего движения поэтому здесь я тоже для себя рассматриваю продажи на текущий момент здесь сделку и открывал по рынку пока открывал и она практически по минимуму сегодняшнего дня но соотношение риск прибыль принципе здесь можно было выдержать довольно-таки неплохой поэтому сделку открыл по рынку и собственно сейчас эту сделку продолжаю держать соответственно цели здесь это движение в область 59 40 даже в принципе если будет еще одно движение чуть выше поставлю еще один отложенный ордер чтобы как раз донабрать объем до ну чуть более оптимально потому что если будет еще одна волна движение восходящего то в принципе хорошую цену здесь тоже можно получить и сразу же поставлю стоп лосс стоп лосс по данной позиции по новозеландцу у меня стоит 61 58 и сейчас также поставлю по данному отложенному ордеру по новозеландцу чтобы сразу же он был установлен ну как видите сейчас достаточно большое количество у меня отложенных ордеров стоит по различным инструментам вполне вероятно что как раз вот неплохие движения ближайшие неделю мы сможем увидеть золото корректируется золото сейчас находится фазе снижения с точки зрения опять же часового таймфрейма поэтому возможности купить а по более низкой цене здесь нужно рассматривать как позитивные для трейдеров кто как раз за себя рассматривает золото для торговли я тоже буду за этим смотреть но пока их хороших уровней здесь я не вижу то есть по крайней мере пока вот не завершилась данное нисходящее движение то я буду за золотом просто наблюдать а и вот как раз фондовые индексы тоже начинают корректироваться мы с вами видим то что индекс dax не может преодолеть локальный максимум которые были сформированы в апреле и от этих уровней у нас началась коррекция то есть вот как раз данную коррекцию тоже достаточно неплохо можно рассмотреть вариант закупиться чуть дешевле в тот момент когда коррекция закончится но а сейчас то есть мы с тех то есть если бы у меня были покупки я бы покупки здесь уже прикрыл и собственно искал уже продажи ну точнее покупки уже чуть ниже когда завершится данное снижение поэтому по dax у я ожидаю еще одного снижения как и только что сказал и буду искать возможность купить а по s&p чуть более оптимально составлены лоты поэтому здесь я для себя получил возможность как раз в эту сделку войти открыл сделку минимальным объемом и поставил еще один отложенный ордер чуть выше на 2954 если будет еще одно восходящее движение то есть если будет еще одна коррекция но цена не уйдет то есть удержится ниже отметки 2985 по s&p 500 и здесь я тогда вот на данной коррекции тоже бы прокатился для того чтобы посмотреть где она завершится ну и собственно получить для себя более оптимальные цены для входа по нефти тоже ситуация довольно таки интересно нефть марки бренд нефть марки wti везде на исход происходит коррекция но в принципе мы видим то что рост с минимальных значений марта был очень стремительным да колоссальный рост на сотни процентов соответственно сейчас вполне ожидаем то что вероятность коррекции она была достигнута и сейчас по ряду инструментов мы как раз ее видим поэтому с точки зрения покупок здесь нужно брать паузу для тех трейдеров кто покупал имеет смысл зафиксировать прибыль ну и собственно искать уже новые возможности для покупок wti также снижается ну и собственно если мы посмотрим по фьючерсу по wti то мы с вами видим то что вчера на сегодня цена уже торгуется ниже минимальной значения вчерашней торговой сети соответственно сейчас мы перешли в фазу нисходящего движения но и имеет смысл то здесь я для себя также буду рассматривать и краткосрочные покупки как мы обсуждали несколько видео назад но не только в сторону роста то есть моменты коррекции я заходить не буду то есть я дождусь когда цена начнет расти вновь по на фьючерсу на wti и буду заходить уже непосредственно на покупки на возобновление роста ну вот текущая неделя заканчивается довольно таки интересно то есть принципе мы не видим новых максимум возможно это как раз та ситуация что тот позитив который был который был на рынках он на текущий момент уже реализован да сейчас все в цене и на рынке может произойти дополнительная коррекция к тому же понедельник в сша выходной то есть сейчас вот завершается пятница там нужно безусловно дождаться открытия америки посмотреть как они будут отторговывать ну и уже америка вернется только во вторник да не возобновится торговля поэтому ситуация довольно таки интересно очень много событий которые влияют и помимо уже коронавируса поэтому будем дальше следить за ситуацией и разбираться что же происходит ну а я с вами прощаюсь всем желаю хороших выходных мы с вами увидимся в понедельник не забудьте поставить лайк если вам нравится это видео и на оставляйте комментарии с вашими вопросами которые появляются с вами был саков роман компания мира маркетс всем спасибо за внимание и до свидания